и представляю все-таки какую-то грусть я увидел в глазах владимир кличко рано или поздно мы уходим по поводу того что не в честь не в его честь играется все таки да новые боксеры приходят молодые ну талантливые когда-то начинается вот такая вещь да спорт такая вещь вот наверное мы всегда стремимся хоть раз хоть несколько раз году побывать именно вот в живую там они почувствовать запах зала адреналина который стачает комментировали конечно что из студии отсюда и там когда сидишь у ринга буквально мурашки да нет и совсем другое восприятие боя не вот кстати и усик александр франция мексика и канада можно сказать что совершенно интернациональный ну такой бой как состав и пояс не одна должна быть ну вот да итак вот он вот она ария let's get ready to rumble друзья и готовимся для ракина люк кэмпбелл представлен будет нам сейчас представлен его тренер шейн макгиган тоже молодой талантливый тренер двадцать боев 16 нокаутов два боя проиграны еще раз скажем кэмпбелл не обладает титулом чемпиона мира он обязательный претендент он парень смелый будет конечно пытаться выложиться на полную перед своей публике публикой но все-таки будем объективны и так вот если сравнивать уровень до того и другого боксера то василий паломаченко является все-таки явным фаворитом в этом бою 14 боев а сколько уже 13 10 нокаутов поскольку титулов уже просто посмотрите на этот иконостасов и все все поймете без слов да и третья весовая категория ну что прочь знаете как приятно все равно иногда приходя домой видеть все это за стеклом все вот эти пояса но уже с грустью что бойцы вспоминали минувшие дни пожелаем пожелаем удачи вас василия ломаченко лома как зовут его поезд wbc который здесь вакантный он же раньше принадлежал майки гарсии который не раз и не два высказывался на предмет того что он хотел бы встретиться с василием ломаченко потом ушел на 2 весовой категории вверх проиграл там эрлу спенсу и сейчас пока успокоился но тем не менее я думаю что он сейчас горит огромным желанием снова ходить с ломаченко чем когда ну а вот виртуально как вы считаете ломаченко стал бы переходить следующую совку нет еще он сам даже говорит что вряд ли не будет у него даже другая немножко ситуация что если он сейчас возьмет четвертый поезд он может опуститься вниз снова и дальше даже там надо собирать в принципе логично до учитывая что ломаченко в общем-то для ни для кого же не секрет что у него есть сложности с тем что руки довольно часто травмируется если более тяжелая весовая там как бы и удар нужен по-другому выстраивать и это потом они которые бьют мил давать все-таки для для делом что в той весовой категории рост ребята подходят даже сегодняшний роза яркое там подтверждение первый раунд начался смотрим люк кемпбелл классическая стойка широко расставленные ноги преимущество в длине на рук на в росте на что он надеется но ему надо а это сделать очень трудно держать в поле зрения соперник ну скорее всего пока так и будет продолжаться некоторое время василий будет следить за действиями своего соперника первым как правило это дело да с любым в центре побудет ничего это его как-то не напрягает совершенно не напрягает и даже я могу сказать что сейчас никаких резких движений ломаченко не предпринял просто присматриваться смотрится ну что впереди то есть я просто у нас много быстро он раскушать соперника на это один раунд ему понадобится 2 но учитывая некую примитивность и предсказуемость кэмпбелла особо много времени это занять не должно но вот у кэмпбелла есть бесспорный один плюс он довольно таки хорош на ногах но другой вопрос что вот его слишком вот такая закостенелая может быть вышкаленность она здесь свою роль сыграем хорош на ногах но не по сравнению с василию ну не забывайте он левша до левша одну все равно даже при том что если а уж ломаченко точно боксировал слышу не раз своей жизни все равно но не нужно на железу лишь а то вы простите я я сейчас как им были говорю они оба лишь и но дело в том что в принципе они боксируют в такой манере а сам ломаченко может стоечку спокойно менять в принципе так делал ну вот в какой-то первый проверочный удар провел кэмпбелл это перчатка была на месте василия ну руки у него реально длиннее это явно видно в принципе по корпусу проверил кэмпбелл но это был достаточно легкий удар ну кэмпбелл в общем-то видно что опасается кстати тоже есть информация что в протяжении последнего года с ним работают психолог и в общем-то довольно много вообще в целом вопросов о именно психологическом состоянии люка кэмпбелл потому что психологи знаете тут конечно ну вот что я выбросил удар и приятный удар кэмпбелл он сейчас попал и в туловище пытается достать и снова вот этот левый боковой мы увидели когда на придрасс естественно ничего страшного василий должен продолжая тему левши я хочу сказать что все-таки чаще против ломаченко выходит правши ну чаще да поэтому это может ну на некоторое время может быть вносить некую скованность на хотя вряд ли в лошадка выходит против левши уже были спарринги на попытки нанести ну кэмпбелл осторожничает явно видно что у его удары до 100 но он даже не донягивая не ритм удар он не вкладывается толчковые вытягивает руки в сторону соперника скорее через вид я бы сказал своими перчатками перед лицом василия ломаченко есть такой прием боксе когда ты перчатками закрываешь прикрывая основной удар стараешься отвлечь соперника в принципе поменим меняется постепенно ситуация ломаченко уже в центре линга да нет это удар начнёт уже подключаться по-настоящему это можно и сомневаться впечатление что пока он собирается ломаченко собирается подбираться кэмпбеллу через такой апперкот правой и уже такое ощущение что ломаченко чуть-чуть педаль газа прижимает потихонечку скорость начинает наращивать безусловно ему надо тоже разогнаться вот хорошо сейчас право боковое а вот уже ну так даже панически как-то выставляя а вот уже кэмпбеллу рову руку нет нет на это конечно вот уже и кэмпбелл вынужден прижиматься спиной к канатам конечно наводит на мысли что все равно стиль манера проведения этого поединка будет доминанте за ломаченко ломаченко пока еще начал так вот резко смещаться когда умеет да когда не рвота перед того его уже нет в сторону и ударство он достаточно спокоен я бы сказал не резок но сейчас конце иголка до этого показали ровите на предыдущем борьба их не было они были вначале на самом начале на первом в андеркарта а потом да ты исчезли парище парище этот раунд начинается но это еще пока не 98 бензин конечно но то количество приемов которые есть у василия ломаченко припасено в его рюкзаке это конечно поверьте мы еще не раз за это мы увидим если он не закончится досрочно чем я немножко сомневаюсь я думаю досрочно нет он должен но тем не менее это не будут какие-то первые раунды на мой да да и он не будет форсировать этой паре я до середины будет продолжаться бой василий не даст своему сопернику постоянно находиться вот в такой классической стойки выбрасывать руки кэмпбелл уже да но что включал удары еще это включу в общем-то ну резкий хороший джек и по сути пока ни одного результативного удара у люка кэмпбелла не прошло то есть все где-то задевает корича раунда вот нет нет это еще не то это не результативно больше суббора вот все в перчатку в блок куда-то в плечо а вот живыми мачинка все чаще настигает подбородок кэмпбелла да вот это пожалуйста вот сильнейшей рукой еще раз отлично все я начинаю три раза василия не стал все-таки форсировать кэмпбелл попытался повисеть на ломаченко тот ему не предоставил такой возможности заставить же учесть что несмотря на то что габаритах кэмпбелл по было повыше покрупнее но смысле физической силы вася явно сильно очень как раз тот самый момент когда он закрутил мышц пропал из сектора обзора люка кэмпбелла и получили наказал поймать продаме джима за счета ну вот тот самый апперкот справа тут сайте уже говорил кэмпбелл пытался также ответили левом прокуре 2 джеба которые приходятся ровно по подворотку кэмпбеллу кэмпбелл уже не скрывает ударов перестал их затягивать но этот раунд однозначно зря надо признать когда на при работать еще поднимать тем боем ну чтож принципе огрызается кэмпбелл но он уже защиты как вы не было сейчас не прячет удары и пытается вот ответить со всей силой с которой может ну такой злиться потихонечку это видит но у василия сейчас джеб пошел это самое главное сейчас вот такой причем я хочу сказать что это такой ну джеб человека боксера который ростом меньше своего соперника он выглядит и прямым и скорее косым и даже немножко с апперкотом такой узнаете но он неприятный тем не менее он проходит между рук вот пожалуйста еще один раз и постепенно и вот эти удары совмещением после вот даже двух и прекрас отличает жире василия достал сейчас голова у кэмпбелла дернулась боковой не проходит англичанина уже не в первый раз кстати англичанин начал подседать на ногах то есть все таки это означает его желание попасть по своему сопернику а это на руку на руку васили и матчинка хорошо снова короткий правый сбоку но все-таки нет это были удары по защите не так много вариантов которые нам демонстрируют люк кэмпбелл ближние дистанции все плохо потому что руки длинные здесь он будет однозначно проигрывать ломаченко сейчас попытался сблизиться не достал опять-таки выбросил два джеба не сбил воздух ну вот помните в предыдущем боя как раз мы с вами очень хотели чтобы александр поветкин продемонстрировал нам те смещение которые мы сейчас вот видим васильева василия до вероятность там урала прямой мне кажется потрясена пищи да 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 вижу словами а это сбивает дара желатки это сбивает дыхание сразу как-то хочется немножко попить воды уйти подышал время дару человек тебе перестал заложат дышать раунд начался момент паузы мы с вами видели александра усика он получил свою порцию зрительских оваций вы увидели на большой экран и вы сами могли слышать как они отреагировали очень улыбчивый парень прекрасный старается тут знаете часто тоже олимпийский чемпион лимбийский чемпион на остроумные очень любознательный очень объективный объективный да действительно объективный это его очень многие за это уважают маленький штрих шок еще до к его портрету абсолютный чемпион мира абсолютно так но на секунду всякий случай да ну что петра он продолжается ломаченко сейчас закручивает и в соответствии с рекомендациями анатолий ломаченко раз дернул закрутил дару заберутил и пробил да не все время кернул швистился и пробил ухо сперника ломаченко у соперников ломаченко должна кружиться голова ну исчезает просто по резкое перемещение в пространстве вот здесь а вот его уже нет и при этом удар от него летит да 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 без последствий она не может быть тем более друг с этого пространства тебе прилетает очень неприятный резкий удар ну вот кэмпбелл все-таки попадает ответ от 27 ну почему лучше наказан за этот удар ломаченко одно из его прозвищ но масченко потому что очень много спортсменов просто не в состоянии проложать с ним и сдаются на табуретке что называется потому что невозможно не попасть здесь когда ты делаешь все что ты можешь сделать а этого недостаточно для того чтобы ну хотя бы рова левая опять поджимая василий размен ударами следует кэмпбелл у канатов уверенно уверенно держит хороший джебс в голову чем-то знаете в свое время известнейший советский тогда боксер давид клачадзе существовало такое понятие защита давиду качаться петербурге он свое время работал сейчас работает грузии так вот некоторые соперники просто разбивались а его защиты испытывали реальный шок от того что не могли не могли никак его достать принципе сломаченко немного истории похоже но тут речь больше не о защите а нападение есть встречный удар выпускает кэмпбелл и и добивание добивание корпус и справа на голову мажорова добивания если он достанавливает госпаса и спасает спасает цена кэмпбелла Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Of course, is how he finished off Linares, a common opponent here, and then he scores up top. With a minute to go here in round number six. He knows that Campbell is slowly wilting away and fading, and he's going to get inside, and he's going to dig down to that body. The referee allowed some roughhousing from Campbell with that shoulder. Hasn't warned him yet about it. Good jab that time, snapping back the head of Campbell. Oh, the crowd trying to rally support. What you call the power jab? Look right now in survival mode right now. Already. Now, why do you say that to him? I just see it. You know, look at his demeanor. You know, stepping back. I know he's fired a shot right there. Good job. Campbell got Loma's attention with both of those body shots that he just landed. But Loma's going to get more aggressive. Good shot by Campbell right there. I think he still has moments. He's having his moment. He survived the end of the fifth very well. Good. Well, this is how we have arrived to this point here in this unification bout. And early on in the first round of field-out round, there was this moment with the left-hand late in the first round by Luke Campbell. And then you could start to see Vasily Wilmachenko settle in. In the third round, snapping back the head of Luke Campbell. And then he had a lot of success in the fifth round in the closing moments. It was the short left-hand and then eventually the body work. The body work. That was effective for Lomachenko. And Lomachenko is going to continue to inch forward as the fight continues. And punish Campbell to the body. That body shot right there. 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 That body shot right there from Campbell. And he came back with another body shot that got Lomachenko's attention. I mean, that's how you keep a guy up off of you. You hit him down to the body. Nobody likes to get hit to the body. And that's exactly what Campbell did right there. So here we are, round number seven. And Lomachenko is trying to stay the course for history. He is openly telling everybody of his goal that he wants to be the undisputed lightweight champion. I think of the names the last 50 years. Buchanan and Duran. And the last undisputed lightweight champion of the world, the early 90s with Burnell Whittaker. The hero to so many who he lost this year. At the midway point, I still don't think either fighter has gone into their bag and made any real adjustments. Andre's scorecard has it 57-57 as it stands right now. Clear first round for Luke Campbell. Clear fifth round for Lomachenko. Love the work in the third round you did favoring Campbell to make an argument the other way, too. Some close rounds in there, but there were also the distinct rounds. Where Lomachenko got the best of him in the fifth. Campbell got the best of him in the first. Two of the rounds were clear. A lot of the rounds could go either way. Copybox right now. Both men just over 200 punches thrown. Lomachenko with a 72-60 total connect advantage. Let's check in with Bernardo. Shane McQuiggan told me, look, my guy's the bigger guy. His mindset is there. Now he has to show authority in the ring and continue to land big shots. Shane McQuiggan, the trainer of Luke Campbell, who said this week Luke is going to produce one of the biggest upsets in the history of British boxing. That is how confident he was. He says it wouldn't surprise me if Luke was to walk to Loma in this fight and eventually stop him. And that plays exactly what Bernardo just said of the size advantage that he wants to utilize. Yeah, when Luke's out at distance, he's the man. He's controlling Loma out at distance. Anytime Loma gets close, ooh, he heard him with that shot. So he catches him coming in here in round number seven. Mm, heard him with that shot. And now a sweeping punch from Lomachenko. Both guys hurting each other at this round. This fight is living up to all that is in it. Luke is believing. He's doing the right thing by going to the body. Short right hand from Lomachenko. Luke is believing right now. But Lomachenko just came back with a body shot. And now he's got Campbell against the ropes. And a short right hook. What a great seventh round. Loma acting like the fighter you know him to be. Rallying back after he got caught coming in. Uppercut comes in. Left uppercut from Lomachenko. Left to the body from the champ. Chasing down Campbell. Wow. Good stuff here in London. Luke and Loma putting on a show. Land this shot. But then Campbell's in position. Like I've been saying, he landed two good left hands. One straight, one uppercut. Loma had to hold on. Campbell did the right thing, though. He didn't go straight to the head. He went to the body of Loma. But Loma came right back and acted like the champion that he is. Did you think Campbell was going to dethrone Lomachenko without going through fire? Absolutely not. Loma's battling back. Just like Campbell is battling back. We have a great fight on our hands right now at the O2 Arena. Joe Tessitore, Tim Bradley, Andre Ward, our ace reporter, Bernardo Osuna, and Mark Friegel. Lomachenko and Campbell for three lightweight world championship belts. Campbell having a success. He now truly believes that he can beat Lomachenko. You see the way he's fighting. He's fighting back in spots. And now that distance, he's doing a good job at maintaining the distance. With the jab and also the left hand. That looping left hand, Tess. That's what he started off the night with. Set up jab from Lomachenko. And then what he's doing really smartly is just any time Loma gets close, he's banging him to the body. Lead left hand from Lomachenko. Left hand to the body from Lomachenko. And there's that jab coming back from Campbell. Campbell chance started up. Seven years ago, they watched him win a gold medal. Here they are watching him, try to see if he can climb to the top of the mountain of pro boxing. In against the very best. This is body work from Lomachenko. Both guys going down to the body heavily right now. There's that looping left hand again, Tess. Looping left hand and also the body punch in the gamble. Anytime Loma steps inside. Good combination, including a short left hand on the inside that went upstairs from Lomachenko. There are times when Lomachenko generates power and instant impact from only about six inches away. Like that. Now Loma's found the mark. He's getting himself into a good rhythm right now on Campbell. Manding shot after shot. He's at left hand again from Campbell. Loma always ready to return. Incredible atmosphere here at the O2 Arena. All the anticipation. Seeing if their gold medalist, the homegrown Britain hero, could be in a fight like this. That's a good fight. He's acquitted himself well. Lomachenko trying to come back. Most of that block that worked to the body and then digging to the body and inside was Campbell. Short left hand from Lomachenko. Underneath right hand to the body from Campbell. Closing the gap but not firing off as Lomachenko was more willing there that time. Final seconds here of round number eight. Campbell goes up top. Loma goes to the belt line again. We've got ourselves a good one here for the lightweight championship belts. How that distance is doing what he's supposed to do. He's actually mentally in this fight right now. He truly believes that he can beat Lomachenko. He's having some success over the top and also down to the body of Loma. I think Loma, it's a close, close fight right now. What I like from both guys is we have a battle of the wheels. Both guys have hurt the other guy to the body and to the head. But now you see these small skirmishes that are about the wheel. It's not about skill. And the last round, Loma took, got ahead in that area in terms of the wheel. Let's see if Campbell can suck it up and go get his respect in this round nine. Second's out. Round nine. 10. That's scored in that last round from Loma. Look for the backhand from Loma. You know, occasionally, Campbell, he'll stick that jab out there just a little bit too low. And Loma's going to counter it with the straight left hand over the top. Loma's going to look to take the first half of this round off because he threw a lot of punches in that last round. Campbell needs to take advantage of it and try to get his offense off to take back some of the play. That job trying to turn over that white hook in that south call stance. The type of body shots that Campbell has hit Lomachenko with and Lomachenko has hit Campbell with, those stay with you for the duration of the fight. So I guarantee you both guys are feeling it right now. They're not physically at their best. This is what championship boxing is all about. You've got to go to the mind. I see what Anatoly Lomachenko is telling Vasily. He's saying, stay methodical. Don't try to go for one shot. Keep getting inside. Work the body. And try to just keep working until the knockout comes. He's working the body at the end of the fifth that had Campbell in trouble. And the final seconds ticked off, saving Will Campbell. Here we are in the midst of round number nine in front of his home fans. And the chants and the songs are going up as they are believers here with what they have seen. Also seeing some of the best out of one of the very best Lomachenko. Boys in the desert said that the over-under of this fight would be eight and a half rounds. We just passed it. So Luke Campbell silencing some doubters there as to how they thought this fight would run. Lomachenko, like I said, wanted to take the first half of this round off. The only problem is, so did Campbell. Those guys are really, those guys are getting fatigued right now. And looking for the second win. Strange on the inside. That Lomachenko seemingly got the best of and then snapping that jab off the hip. Anytime you get hit with a good shot, that hurts you. Whether it's to the head of the body, you have the opportunity to quit, lay down and give up. Neither guy has taken that opportunity thus far in this fight. There's that left hand I was talking about over the top from Lomachenko. And Campbell, Campbell took it well. And he's still game, he's still marching forward. Good potty shot, potty shot. Coming and sweeping in with that combination that included the right hands. Campbell's success is out at the, at up bay. Out at distance. That's when he's at his best. That's the physical attributes to be that guy. That's right. That's where he needs to be to win this fight. Nice shot right there. Campbell. Great left hand. Everybody shot a back off anything. Back off anything. Telling you. Round 10. Campbell has the size and the grit. He refuses to acquiesce to Lomachenko. But as soon as he has the upper hand, physically and metaphorically, Loma comes back even harder. As we have seen throughout the night. 10th round here. Let the grease off the face. Get back to action. So you don't see a whole lot of angles coming from Lomachenko. You know, he's not fighting a right-handed fighter, so. You brought that up very early, Tim. You said he's so conditioned to utilizing. He's going right. He's so conditioned to going right. The angle to the right, but you don't get that tonight. Can't get that tonight against the southpaw. Another southpaw. Southpaw. You're looking at yourself in the mirror. Shane McQuiggins told me in the corner, I want him to be on the inside. This is where you become a champion. He's got to feel the pain. So Bernardo with a report from the corner of Campbell. Other successes come on the outside, utilizing the range, utilizing the jab. But you get to these championship rounds. You get deeper into the water here, knowing what's on the line. You want to get after it a little bit. That's right. He wants him to get aggressive. You know, these championship rounds, these rounds have been close. So he wants his guy to take over the fight and press forward and entice the judges and giving him the round. Listen, these are the championship rounds, 10, 11, 12. And when both guys are tired, these rounds can drag on, and fighters know what I'm talking about. But if you want to be a champion, if you want to be recognized as the best, you've got to go through this fire. You've got to be able to be exhausted and still keep punching. You've got to take the body shot and still deliver another body shot. You have to go through fire to get those straps. They're not going to be given. You've got to take them. As much as he makes it look easy in the ring with how skilled he is, and all we've seen in his great accomplishments to become a three-division champion, keep in mind, in Vasily Romachenko, a guy that over a year ago is coming off shoulder surgery, that this spring when he scored that incredible knockout in L.A., he dislocated a knuckle with the impact of that punch, pushing back this opportunity here. He has some wear and tear. Oh, Tess, he had pretty much four amateur careers, 400 amateur fights. There's a lot of wear and tear on him. There's an uppercut available for Campbell. You know, every now and then, you see Loma dip his head down in the middle. There he does it again. And if Camo can time him coming in, I think he'll hurt Lomachenko. I think after this round, Shane McGligan has to do the Angelo Dundee when Dundee was talking to Sugar Ray Leonard. When you fight Tommy Hearn, the sun, you've got six minutes. Six minutes can change your life. You've got to find a way to get it done. How bad do you want it? That is the truth. How bad do you want it? Sometimes that's what it boils down to, Tess. He will have six minutes. Many thought he wouldn't have that opportunity. Smaller man, so he needs to move his head and get inside. Nice little turnaround right there. Loma. There he is again. You know, the feet almost got tangled up right there. What did Lomachenko do? He got his foot around, stepped around. Father Anatoly, always calm, always in control. Have to take a step back, be in the shadows, have to take credit for his son's success. Round number 11 here. Unify three lightweight championship belts. With an opportunity for Campbell. A path to continue history for Lomachenko. And the fan scores. Lomachenko was dipping off to the left. And then right in that path of the punch from Campbell. Putting himself to the inside. I think Campbell has another gear, fellas. And he can't make the concession just to want to go the distance with the great Lomachenko. He has to push past that and make up his mind that I'm going to risk getting knocked out, trying to knock you out. That's the mentality thing. He has to separate himself, right? Separate himself. Well, I agree with you, Dre. You have it 96-94, Campbell. I have Lomachenko. I have Lomachenko as well, having banked a little more rounds early on. But you like that middle work of Lomachenko. It was excellent in the fifth round. But here we are, a close fight in round 11. And Campbell doing exactly what he needs to do right there. Be rough and tough on the inside and tie up Lomachenko and don't let him work. But Lomachenko has to be mid-distance or in close to be able to work. Short left hand from Lomachenko. That was well-timed. Body shot hurt Campbell. And there he goes. Lomachenko knows it as he closes that gap as soon as he lands that punch. And then touches him two times with the right hand to the body. Goes right back to it. Tries to split the guard with an uppercut on the inside. There's a great body shot. And it scores the knockdown. Damage done. Bigger gas tank. Lomachenko. 50 seconds to work. Lomachenko trying to close the show here in round number 11. Up top he goes. Campbell's been so game all night. Now he ties up in survival. Hurtin Campbell bad for the body. As he did earlier tonight. But this time he has time to work. Half a minute to go. Can Lomachenko do it? There he goes to the body again. Just got around to the back. Trying to close the gap. Combination on the inside. Right hand to the body. Just missed up top. Survival mode for Campbell. Circling on the inside. Lomachenko drops his hands as if to say, Let's go. Let me do my thing. And the final seconds could be ticking away in a dominating 11th round for the lightweight champion, Vasily Lomachenko. Commanding 11th round for Lomachenko. Look how Lomachenko put on his attack. Everything down to the body right there. That's where the attack starts. Combination to the head and also to the body. Campbell felt that. He's in retreat. Lomachenko coming in. There the right hand to the body. Combination to the head. And this is the finish right here of this round. Lomachenko trying to dig down. There it is. Nice little shot right there. Hurt Campbell. And down goes Campbell. Vasily Lomachenko in that 11th round through 68 power punches. Landing 31. 31 power punches landed, including that left hand to the body. Here we go. 12th and final round. It has been worthy of all the hype. Campbell's been game, but Lomachenko has been everything he's supposed to be. 12th and final round. Lomachenko's going to go for it right now, fellas. Can he close the show? He's trying to. I think Campbell needs to be trying to go for it as well. Absolutely he does, Trey. You finally arrive at this moment. You've done everything to put yourself in position. Why not? Swing for the fences. This is when you need that change-up right now from Campbell. The change-up. A punch that Lomachenko hasn't seen is the uppercut. Sit on that uppercut. And I'm talking about the left uppercut. Catch Lomachenko coming in. He tries it right there. Talking about Campbell. If you're Campbell, you're probably down on the cards. We don't know for sure. Lomachenko's, you know, basically used a lot of energy over the last couple rounds. Campbell can press, and Campbell can let both his hands go. Yes, he's going to get hit, but he can get his in the meantime. Maybe catch Lomachenko with a good body shot or a head shot that gets his attention or knocks him down. He's got to go for broke right now. Don't settle for just going the distance. There's no more victories in boxing. Go for it. Here's your opportunity. Loma trying to corral him one more time. Trying to cut off that ring. Loma's just waiting for Campbell just to sit still just for a moment. Then he's going to attack. That one strayed a bit low. Lomachenko knows. He's like, no, come on, let's go. Look, Beltline, I'd like to see that again. Come, Luke Campbell, I'm going right back to the body. Both in final rounds here for three lightweight championship belts. Looking for that uppercut there. Tim, you felt there was an opportunity. Combination went to the body. Loma's take a willing to exchange. Closes the gap with a jab there. And now to the body goes Campbell. And in doing so, getting in in tight space, he takes two punches to the head. Then a body shot comes in. A short right hand. An uppercut from Lomachenko. And Campbell's in trouble. And he wrestles the champ down to the ground. Actually picked up his leg and tossed him to the canvas. Any way you can to survive, you got to do it. That was pure survival. Lomachenko had him hurt. Dominating championship rounds for Lomachenko. Scored the knockdown with the body punch in the 11th. And then this final minute of the 12th when Campbell was clearly hurt and doing anything to survive. Lomachenko's going to try to land something big before this round is over. Final seconds. As he comes. Good fight. Great fight. Good, good championship fight. Lomachenko always fan friendly. Luke Campbell, give him credit. Gave everything he could. Go on.